Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше. Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 2 мая превысило 124 тысячи человек. За сутки оно выросло на 9623 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли более 1222 человек. За последние сутки умерло 57 человек. Выздоровевших за сутки в России достигло 15 тысяч человек. Вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным в больницу с диагнозом COVID-19 отправились глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ стал Никита Стасишин. Несмотря на болезни госпитализацию, Мишустин остается на связи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мар Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице – 2%. Он назвал это минимальным показателем среди всех городов мира. Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы, говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии Наиме Поповой. В организации предложили и другие меры для безопасности клиентов. Выход на плато по количеству зараженных не является предвестником скорого окончания эпидемии, заявил главный врач инфекционной больницы в коммунарке Денис Проценко. По его словам, эпидемии развиваются по другим законам. Анализ показывает, что обычно они распространяются тремя волнами, предупредил врач. По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 2 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 миллиона 340 человек, 238 тысяч 700 тысяч умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило миллион 100 человек. Испания находится на втором месте, 236 тысяч 800 человек, Италия, на третьем, 207 тысяч 400 человек, Великобритания, на четвертом, 178 тысяч 300 человек, Франция, на пятом, 167 тысяч 300 человек. Россия по числу заболевших вышла на седьмую строчку мирового рейтинга. Власти США разрешили использовать для лечения коронавируса препарат Ремдисевер. Его же применяли во время вспышки лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения решила не отменять режимы чрезвычайной ситуации, объявленного из-за распространения коронавируса. Новое заседание Чрезвычайного комитета по этому поводу могут провести через три месяца или раньше. Сотрудники Ирландского центра сосудистой биологии Королевского колледжа хирургов пришли к выводу, что аномальная свертываемость крови у некоторых людей привела к смерти после заболевания COVID-19. Авторы исследования обнаружили, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции такая свертываемость привела к образованию микротрамбов в легких. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире может растянуться на несколько лет, говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. По мнению экспертов, пандемия будет длиться до тех пор, пока около двух третий населения планеты не переболеет вирусом и не приобретет к нему иммунитет. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга. Так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Продолжение следует...